Это не праздник. Это своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи, о солидарности с ними. 15 октября во всем мире отмечают День Белой Трости. Праздник, призванный обратить внимание общества на тех, кто полностью или частично лишен зрения. Именно к этому событию была приурочена очередная встреча Ленинского отделения Всероссийского общества слепых, которая прошла в районной библиотеке. Будем поросе гулять, будем зореньку встречать, будем зореньку встречать, красно солнце величать. В этот день звучало много песен, стихотворений и теплых слов. Хотелось бы вам пожелать огромной жизненной энергии, здоровья, счастья, любви, уважения. Вы должны четко для себя понимать, что мы нуждаемся в вас, мы нуждаемся в вашей поддержке, в вашей помощи. Мы знаем о том, что вы есть. Мы вместе с вами, вместе с вами делаем одно дело. Среди выступавших были и сами члены общества слепых. Лидия Сарычева – постоянный участник встречи Ленинского отделения. А еще она поэт, лауреат областного фестиваля и просто очень светлый и жизнерадостный человек. На мероприятии Лидия прочитала стихотворение Эдуарда Осадова и свои собственные стихи. Их расстреляли на рассвете, когда вокруг белела мгла. Там были женщины и дети. И эта девочка была. На вопрос, где она черпает вдохновение, постоянно пребывая в полной темноте, Лидия ответила просто. В различных жизненных ситуациях, каких-то эмоциональных моментах, которые случаются. Иногда даже из телепрограмм. Любовь Морозова всю жизнь проработала инженером на заводе МОЗ Металлоконструкций. А сейчас из-за частичной потери зрения уже два года состоит в Ленинском отделении общества слепых. Совсем скоро ей предстоит операция по коррекции зрения. Ее мечта – когда-нибудь снова взять в руки кисть. Очень хорошо писала картины, за которые я получила еще в молодости. Мне лет 15-16 беседка Владимира Чалинина, где он на обрыве любил сидеть. Но в связи с своим зрением я уже не вижу. Даже очень близко. Но, надеюсь, если меня прооперируют, буду заниматься хоббисами. Члены Ленинского отделения Всероссийского общества слепых живут довольно активной жизнью. Каждый месяц встречаются, устраивают чаепития, участвуют в конкурсах и ездят на экскурсии, несмотря на возраст и болезни. Валентине Семеновне Захаровой 92 года. Но даже она старается не пропускать встречи и ездить на экскурсии. Ведь общение – это то, чего не хватает не только слепым, но и всем современным людям. В этом уверен Евгений Зорин, председатель общества слепых Ленинского района. Чтобы люди встретились, пообщались. Потому что слепой человек, он зачастую на улицы-то боится выходить. Потому что сами знаете, какие у нас сейчас дороги. Но спасибо, конечно, администрации за доступную среду. Сейчас очень много сделано для этого. И говорящие светофоры, и полосы, и в учреждениях очень много сделано. Но все равно слепой есть слепой. Праздничные мероприятия в честь Дня Белой Троси будут проходить в районе еще вплоть до 15 ноября. Екатерина Борисова, Николай Карбуанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.